Тупо разбили форточку на задние двери, просверлили вот здесь вот две дырки. Что? Что это за сопли, блин? Я давно хотела показать машины с последствиями угона. Однако же это оказалось не очень просто. Все серьезные компании, которые занимаются защитой, не особо-то хотят делиться со мной информацией. Мне пришлось приехать в Питер, чтобы показать вам два очень интересных варианта. Рассказать, почему такое произошло, как удалось сохранить машину, почему ее не угнали и как вам нужно защититься. Причем попытка приезда в Питер у меня номер два. Первый раз я приехала, получилось, что просто так полицейские не дали мне снимать автомобиль. Ну, в общем, это, простите мне мой походный вид. Сами мы не местные, только с вокзала и на вокзал. Простите, пожалуйста. Каждая машина, первоначальный угон чего-то стоит. Угон Хюндая стоит 9 тысяч рублей. Да, где-то так. 9 тысяч рублей. В смысле? А что это за тариф? Ну, ты мне ставишь задачу. Я жулик, ты клиент. Из Дагестана. Звонишь, говоришь, Димон, мне надо 10 Хюндаев. Тебе это будет стоить 90 тысяч рублей. Тебе будет заведены и подогнанные Хюндай, 10 Хюндаев, определенное место. А дальше перевози их, транспортируй сама, куда хочешь. Первый, это инженеры. Пришли, взломали, завели. Все, она заводится, она ехает. Все, он инженер. И он уехал. И он ушел, все. Дальше водитель. Вот этот хулиган-водитель. Самый гапотан. Для начала просто посмотрите сюда. В салоне будто бы взорвалась граната. Видимо, все-таки нервишки в какой-то момент у гонщика стали сдавать. А сейчас по этапам расскажу, что происходило. Хулиганы увидели на улице лакомый кусочек. Черный Прадо, ходовой товар. Да и кроме того, достаточно легкие в угоне. Первое, что они сделали, просверлили вот здесь вот две дырки. Причем сразу видно, что достаточно кустарным образом, потому что края у дырок рваные. Уже по этому факту понятно, что мы имеем дело не с высокими профессионалами по Прадо. Потому что, чтобы это не выглядело как инструкция по угону, просто скажу вам, что для угонщиков в рестайлинговом Прадо вот здесь нет ничего интересного. А вот не в рестайлинговом, здесь коншина. Поэтому, если вы про две дырки, потом достаете оттуда проводочки, раз, подсоединяете и поехали, поехали, поехали. Далее они поняли, что фокус не удался. Вот здесь вот пробили решетку, чтобы перерезать проводку на звуковой сигнал. Вкратце, чтобы не бибикало и бабульки не набежали. Далее они бьют дырку в двери под замком, чтобы вскрыть дверь и получить доступ в салон. Ой, блин, а тут уже кто-то был. Шучу, конечно. Теперь, скорее всего, со своим поганым оборудованием угонщика они пытаются подключиться к OBD-разъему. Нифига не получается, потому что в машине есть охранный комплекс. Далее они начали исследовать наиболее популярные места, где устанавливаются охранные комплексы. Сняли приборную панель, демонтировали бардачок, демонтировали головное устройство. Там тоже нифига. Они перешли к крайним мерам, начали разбирать торпеду. По времени, скорее всего, у них до этого момента ушло всего-то минут 15, ну максимум 20. Ребят, которые устанавливали здесь охранный комплекс, я спрашиваю, слушайте, а как же так? То есть вот сидит угонщик и ковыряется в машине. Зачастую это происходит средь белой дня. И парни рассказали мне очень интересную историю. Иногда их специалисты технические выезжают, например, на точку, куда-нибудь на парковку Ашана или любого другого торгового центра. И хозяин оставляет их с машиной для того, чтобы может разобраться в каких-то технических нюансах. Ни разу ни один, простите, мент не подъехал и не поинтересовался. А что это вы, парни, машину тут разбираете? И тут уже явно пошла истерика. Начали выламывать просто с мясом блоки и искать в них блокировки. Некоторые, кстати, нашли. Но в силу того, что блокировок тут много, машина так и не поехала. И в данном случае, сейчас я вам покажу типичный яркий пример, когда вся торпеда у этой машины частями, простите, но в заднице. Что это за сопли, блин? Что это за сопли? Это итоги истерики, ребят. Эти блоки отвечают за прописывание ключей. Вот они их и выдернули. Поскольку они двигались-то в принципе в правильном направлении. И все бы у них получилось, если бы здесь не установлен был охранный комплекс. Короче, они уже в конце начали драть все подряд, да? Да, да. Это просто похоже на истерику. Все, что они видели, просто выдирали. И в случае, если... Вот смотри, есть ли шанс... Нет, давай попробуем по-другому поставить вопрос. То есть для человека важно что? Как защититься? То есть по этой машине мы видим то, что в случае, если много вот этих вот охранных блоков по машине рассовано, да? Угонщики просто даже уничтожив салон до состояния полной задницы, машину увезти не могут. Да, совершенно верно. Ребята привыкли, что они работают довольно с распространенным оборудованием. Где, ну, один блок, ну, два, ну, три. Да. В охранном комплексе используется много этих блоков, которые интегрированы в штатную проводку. Найдя один, машина не запустится. И убирая этот блок, они делают только хуже, нарушая связь между всеми этими блоками. Соответственно, с каждым их ходом они загоняют себя в тупик. У крутых команд, профессионалов, доступ есть к страховым базам однозначно. По ОСАГе, если ОСАГе, там, соответственно, и КАСКО. А если КАСКО, то в любой страховой компании к КАСКО подписано, какая система на нем стоит. Узнал, что за системой пошел. Ты даже не подумаешь, да, об этом? Ну, вот, у этого нормальных. У ребят, которые попроще, у них слабые контакты в страховых компаниях. Вот они этим не занимаются. И вынуждены, поэтому, пробовать наобум. Получится, не получится. Охранных комплексов довольно много. Но здесь установлен спринг динамический. И в него входит пять интегрированных модулей. Они разнесены по всей машине. Сколько нашли? Три. Вот так разорвал автомобиль. Два не хватило времени. Они в салоне находились? Нет. Зачем вам такая информация? А, смотри. Полиция не хочет? Профессионально. Ладно, ну расскажи, блин. Я вас и так стук уговаривала. Подкапотном пространстве, в салоне, за печкой. И вот в этих жгутах. Это вот самая вот такая вот адекватная попытка угона. Быстрая. То есть, ну, там чаще всего так именно и происходит. Машина, может быть, не столь дорогая. То есть, это Toyota RAV4, но очень свежая. И тоже, в общем-то, путь угонщика совершенно ясен и очевиден. Сначала перекусывается проводка сигнализации. Далее они поступили просто, особо не заморачивались. Тупо разбили форточку на задние двери. Ну и рук просунули, открыли замок и все, получили доступ в машину. Машина не орет, делай с ней что хочешь. Да ты шо? Здесь явно угонщики были не такие нервные. Первым делом они, ну, наверное, подключили свое специальное оборудование для угонов. Пытались перепрописать свои ключи, но поняли сразу, что здесь что-то стоит. И, в общем-то, на этом мы обломались. Дальше... Торпеду и все, и пошли искать дополнительное оборудование какое-то. Если они видят какой-то большой блок, ну, вот взять любую коробку, любой сигнализации открываешь, там большой модуль красивый такой, да, 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 да. Вот его еще спрятать надо куда-то. Вот они его нашли, а все понятно, что за система отключается так-то, так-то. А здесь открыли, никаких модулей нету, ничего нет. Здесь, в отличие от Прадика, все очень аккуратненько сделано. Посмотрите, все прям как новенькое, болтики сняты. Дело в том, что торпеда у RAV4 на четырех болтах, то есть она снимается для знающих людей условно моментально. Далее, после того, как торпеда сняли, кстати, вот эти вот штуки отщелкиваются просто, то есть здесь они ничего особенного вот в стойках не хотели, просто эти штуки сами отлетели. Значит, после того, как они сняли верхнюю часть торпеды, вот здесь самое очевидное место, здесь обычные расположены вот эти вот блоки сигнализации. Они посмотрели, вот даже что-то пытались тут отковырять, посмотрели, что знакомого, простого блока здесь нет, который они знают, как отключать. Ну и дальше они не были столь упорные, не маялись, не парились, не теряли время, не искали себе приключений на задницу, потому что может элементарно приехать хозяин, может, да кто угодно, может, полицейский. То есть обычный путь профессионального угонщика, он скорее такой, как здесь, в RAV4, нежели такой, как в Prado. Пытаются наскоряк схватить машину, уехать, если не получилось, они ее бросают, не заморачиваются и просто не уродуют ее так, как у Prado. Вот из консоли, из элементов торпеды вообще, на самом деле, живых не осталось, там есть расколотые пополам, разорванные, поэтому восстановление Prado будет намного тяжелее. А чем это все обычно заканчивается? То есть они понимают, что дольше тут ковыряться, опасно, и бросают, и сваливают, да? Самое безопасное для них же, потому что владельца-то может выйти случайно там не один и не с голыми руками. И когда машины приезжают на ТО, приехали на ТО, любую машину можно подготовить. Капот открыли, взяли там замочки, подкрутили. Они типа стоят, но если дернула, они отходят. Слушай, это реально бывает? То есть это не сказки? Только так, только так, это есть. На ДЦ иногда работают натуральные просто жулики. Очень часто, очень часто. Офигеть. Как защититься? Есть вообще способ защититься от таких вещей? Как защититься? Не давать брелки просто метки и не рассказывать секретные коды. Вот и все. Ну а как они? Перегонять машину будут по сервису. Для этого есть сервисный режим, который называется, общее такое название принятое, валет. И в завершение, ребята, вот это не очередная попытка угона. Это как раз таки сейчас машина проходит защиту, после которой ее просто запарятся, угоняют. А пока мы снимали, мне в голову пришла интересная мысль. А что если нам создать единую базу машин, которые действительно серьезно защищены какими-то охранными комплексами? Не просто поставили какой-то спутник или какую-то простую системку, а действительно машины, которые, чтобы угнать, нужно вот так вот раскорячить. Угонщиков мы с вами все равно не истребим. Они будут. А что если перед тем, как дернуть какую-то тачку и вот так ее распетрушить, они ее пробивают по вину и видят, что нафиг тратить время. Вы остались с целой машиной, а они просто ушли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова